Сегодня мы рассмотрим Асану. Понимаю, что у кого-то это может вызвать скепсис, но сначала посмотрите. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Асану я выбрал по принципу зачем плодить сущности. То есть если вы уже пользуетесь Асаной, сотрудники к ней привыкли, а я, кстати, советую вводить Таск Менеджера в работу. Асана хороший Таск Менеджер. Так вот, если привыкли, то может и Google не нужен. По Асане у меня также есть скринкасты, ссылка в описании. Собственно, Асана не предназначена для создания базы знаний, но у русского человека есть природная смекалка. Если уж мы блоху подковали, то и Асану как-нибудь прикрутим к этому делу. Вы создаете новый проект, можно отсюда, можно отсюда. Чистый проект. Здесь дефолт View выставляете board и называем, естественно, база знаний. Все. Собственно, секции — это ваши папки. Ну, то есть это не папки, но представьте, что это папки. Здесь нельзя делать вложенных папок, но это и не нужно. Делайте просто подряд, благо структура у нас горизонтальная, а не древовидная, и вложенных папок не так много. И, собственно, Таск задание мы преобразуем здесь в документ. Каждый новый Таск — это новый документ нашей базы знаний. Так, у нас там в базе есть пока только один документ, в разделе концепции — потенциальные. Здесь, кстати, тоже следите за названиями. Из первых двух слов должно быть понятно, о чем раздел. А вот уже название документа, здесь Таска задачи, должно быть предельно полным, чтобы из него было сразу понятно, о чем речь в документе. И в Description вставляем текст. Таким образом мы получаем практически то же самое, что и в Google. Ну, немного не так удобно структурированная. Безусловным плюсом тут является возможность комментировать, которую надо бы запретить по-хорошему, чтобы не заваливать документы мусором. А комментарии использовать, например, для вложений. То есть, скажем, если задача у вас про то, как написать заявление на отпуск, в Description вы добавляете общие правила по отпускам организации. Ну, на сколько дней можно брать отпуск, есть ли какие-то условия для того, чтобы взять отпуск. А сам бланк заявления добавляете сюда либо с ссылкой на Google Диск или иное облако, либо просто прикрепляете вордовский файл. Высший пилотаж прикрепить еще образец заполнения, где подробно со стрелочками расписать, где что вписывать и при каких условиях. Ни один сотрудник больше не обратится в бухгалтерию с вопросом, а как тут вот это вот у вас тут писать. Видите, как еще и красиво получается. Ну и дальше добавляете следующие документы и так далее. Все прикрепленные файлы у вас хранятся здесь, но, к сожалению, без разбивки по блокам. Поэтому не надейтесь, что сотрудники найдут что-то по названию прикрепленного документа, а лучше продумывайте название карточек. Искать будут по ним. И в Асане у нас, в отличие от Google, добавляется такая полезная вещь, как теги. Их сложно переоценить, но работают они только если содержание тегов вы продумываете на берегу. Ну или даете авторам волю, они плодят их какое-то количество, а потом садитесь и занимаетесь их сортировкой. Ну то есть выкидываете все ненужное, а все нужное оставляете. Это уже закрепляете как официальный список. Но это как толстой и дорожки в лесу. Сначала он посмотрел, где люди их протоптали, а потом засыпал гравием. Или не знаю уж чем он там засыпал. Ну словом, придал официальный статус. С тегами придется повозиться. Глупо дублировать в тегах название блоков или вводить какие-то общие теги типа документ. Но в Асане в смысле это не работает, поскольку на бесплатном тарифе тут нет расширенного поиска. А так-то было бы удобно найти все карточки с тегом документ, а потом в них искать с тегом отпуск. Не помню в платном тарифе есть ли такая возможность или нет. Поэтому я бы сказал, что правила тут такие. Теги не общие, чтобы под один тег у вас вываливалось не больше пятнадцати карточек. Ну и не слишком частные, ну то есть не меньше трех карточек под одним тегом. Опять же теги не для красоты, а для удобства. И попробуйте представить, что бы вам могло понадобиться в данном конкретном блоке. То есть вот, взрываем код у нас в блоке концепции потенциальные. Это проекты, мечты. И когда мне может понадобиться этот блок? Когда у меня появилось свободное время или финансовые возможности для старта нового проекта? Соответственно, что является критерием? Ну насколько это была сумасшедшая идея? Ну то есть сложившиеся условия позволяют мне взяться за сумасшедший нереализуемый проект или могу рассчитывать только на реальный. Понятие нереализуемый, оно условно. Двадцать лет назад все проекты Илона Маска были нереализуемы. В карточке тег добавляется сюда и сюда же вы можете добавить следующий или выбрать из существующих. Сотрудникам, напомню, нужно выбирать, вам можно заводить. Ну и еще проекты делятся по принципу своими ли силами или нужно привлекать внешних авторов. Все. Теперь по каждому тегу вы можете посмотреть подборку документов. Для небольшого НКО, я уверен, Asana или Google Workspace будет достаточно для создания базы знаний. Но если вы хотите большего, предлагаю посмотреть в сторону Notion или кода I.O.